Слово предоставляется товарищу Дегтярёву. Здравствуйте, товарищи. Ленинский подход к войнам, их оценки базируется на прочной основе марксизма и представляет здесь себя в разе с применением исторического материализма, то есть диалектического материализма в применении к истории. Его оценка той или иной войны основана на классовом подходе и анализе конкретной исторической обстановки, в которой происходит война. Денис Борисович, я прошу прощения у вас. Я хочу объявить ваше звание. Денис Борисович Дегтярёв, кандидат медицинских наук, преподаватель Красного университета фонда рабочей академии. Прошу прощения, что перебил. Актуальность изучения ленинского подхода обусловлена тем, что в наши дни некоторые так называемые левые зачастую чисто механистически переносят ту оценку, которую Владимир Ильич давал империалистической войне 1914-1918 года на современные войны, не удосуживаясь провести самостоятельный анализ и пытаясь ворохом цитат прикрыть собственное интеллектуальное бессилие. Впрочем, такое использование цитат классиков марксизма отнюдь не новость. Так, в письме Инессы Арманд 30 ноября 1916 года Владимир Ильич писал. «Вообще же говоря, мне сдаётся, что вы рассуждаете как-то немного односторонне и формалистично. Взяли одну цитату из коммунистического манифеста «Рабочие не имеют отечества» и хотите как будто без оговорок применять её вплоть до отрицания национальных войн. Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь а. исторически, б. лишь в связи с другими и гамма-г. лишь в связи с конкретным опытом истории». Поскольку лозунг «У рабочего нет отечества», а отечество, как пишет Ленин, понятие историческое, этот лозунг противопоставляется лозунгу «защита отечества» в том плане, что если нет отечества, то нечего рабочим и защищать. Необходимо разобрать, что в марксизме поднимается под этим лозунгом. «У рабочего нет отечества», пишет Владимир Ильич, «это значит, что экономическое положение его не национально, а интернационально, его классовый враг интернационален, условия его освобождения тоже интернациональны, и интернациональное единство рабочих важнее национального». Но в том же письме Ленин дальше задает вопрос, а значит ли это, вытекает ли отсюда, что не надо воевать, когда дело идет о свержении чуженационального ига, да или нет, война колоний за освобождение, Ирландии против Англии, а восстание национальное, разве не есть защита отечества? Истина всегда противоречива. Вопрос о том, есть или нет отечества у рабочих, решается с помощью диалектической логики. Первое. Рабочие не имеют отечества. Это мы разобрали. В то же время рабочие конституируются как класс национальных, в рамках национальных государств. Следовательно, имеют отечество, которое могут и должны защищать в национальной войне. Вопрос этот также был решен исторически. Русские рабочие, а вслед за ними рабочие других социалистических стран, обрели свое социалистическое отечество. В наши дни в России, где был реставрирован капитализм, лозунг защиты отечества трактуются так называемыми левыми, как исключительно реакционные, как оправдание так ими называемой империстической политики российского правительства. В рабочих нет отечества, повторяя лидеры тараскистских партий. Это что означает? Пусть американцы разобьют российскую буржуазию, пусть их всех убьют, отберут у них всю собственность, никто не заплачет. То, что вместе с водой выплеснутый ребенок, а саму Россию этих деятелей совершенно не волнует. А Владимир Ильич разъяснял, что нельзя применять как лозунги, так и возражения против них вне конкретно исторического контекста. Что лозунг защиты отечества является реакционным только для оправдания участия только в одном типе войн, а именно в войне империалистической. Обобщать это, делать общим принципом, смешно, вверх ненаучности, пишет Владимир Ильич. Войны, вещь, архипестры, разнообразные, сложные. С одним шаблоном подходить нельзя. Почему лозунг защиты отечества в империалистической войне является реакционным? Пишет Владимир Ильич. В империалистской войне 1914-1917 годов между двумя империалистическими коалициями мы должны были быть против защиты отечества. Ибо, первое, империализм есть канун социализма, империалистическая война есть война воров за добычу, в обеих коалициях есть передовой пролетариат и в обеих назрела социалистическая революция. Только поэтому мы против защиты отечества. Только поэтому. В письме Зиновиум Ленин пишет, что мы вовсе не против вообще защиты Отечества, не против оборонительных войн. Нигде этого вздора ни в одной резолюции и ни в одной моей статье не найдете. Мы против защиты Отечества и обороны в империалистической войне. Но в империалистическую эпоху могут быть и справедливые, оборонительные, революционные войны, именно национальные, гражданские, социалистические. Для характеристики войны необходимо охарактеризовать эпоху, в которой идет война. Владимир Ильич выделяет три типа политических отношений перед войной и во время войны. Первое. Отношение угнетенной нации к угнетающей. В этом случае законно, справедливо, прогрессивно война со стороны угнетенной нации. Безразлично является ли она оборонительной или наступательной в военном смысле. Второе. Отношение между двумя угнетающими нациями. Это борьба за колонии, рынки и так далее. По общему правилу, война такого рода есть грабеж с обеих сторон и отношение к ней социализму подпадает под общее правило. Два вора дерутся, пусть оба гибнут. И третье. Отношение не угнетающего других национального государства к угнетающему, особо реакционному. Здесь правильная оценка наиболее сложная. Пролетариат неуклонно борется и будет бороться против войны. Но вместе с тем, не забывая, что уничтожение войн возможно лишь при полном уничтожении деления общества на классы, нельзя к войне подходить только с демократической и сниментальной точки зрения. Необходимо различать роль прогрессивной и реакционной буржуазии той или иной нации. Подробно достаточно этот вопрос разобран на примере русско-японской войны, где молодая империалистическая Япония играла в этой войне прогрессивную роль, поскольку боролась с Россией, где господствовал царизм, сдерживающий развитие в том числе и капитализма в России. Таким образом, даже в эпоху империализма возможны неимпериалистические, прогрессивные, справедливые войны. Эти войны все же являются нетипичными для империализма, хотя и не невозможными. Типичной же является для империализма война империалистическая, хищническая, против которой коммунистами был выдвинут и в России осуществлен практический лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую. А вот эта война, война за освобождение рабочего класса и всех трудящихся, Ленин называет как единственно законной, справедливой, истинно революционной войной, войной угнетенных против угнетателей, войной трудящихся против эксплуататоров, войной за победу социализма. В то же время, октябрьская революция 25 октября 1917 года, как написано в российской программе Коммунистической партии 19-го года, большевиков 19-го года, провозгласила, что началась эра всемирной пролетарской коммунистической революции. Подробно Иван Михайлович говорил о том, что это действительно эра, это не один единственный акт. В то же время, эта революция дала новый тип прогрессивных войн. Это война государству диктатуры пролетариата против государств диктатуры буржуазии. Насколько преступные и губительные реакционные войны, в частности империалистические войны, настолько же законные и справедливые революционные войны, пишет Владимир Ильич. То есть войны в защиту угнетенных классов против капиталистов, защиту угнетенных империалистами, маленькой горстки стран-народов против угнетателей, защиту социалистической революции от иностранных нашествий. Выступая на Первом Всероссийском съезде по внешкольному образованию, Владимир Ильич обрушился на тех, кто прямо или косвенно обвинял большевиков в продолжении войны. Мы говорили, войну нельзя кончить просто втыканием штуков в землю. Мы говорили, что выход из этой войны может означать революционную войну. И, конечно, революционная война – это тоже война, такая же тяжелая, кровавая и мучительная вещь. А когда она становится революцией в мировом масштабе, она неизбежно вызывает отпор в мировом масштабе. Можно ли допустить, что есть хоть один грамотный человек, который не понимает разницы между той войной, войной грабительской, и нашей войной, которая потому приобретает мировой характер, что мировая буржуазия поняла, что против нее идет решительный бой. И тогда, когда человек бросает обвинение коммунистам в том, что они организовали эту войну или затягивают эту войну, такой человек есть сторонник буржуазии. И мы будем отвечать ему так и будем становиться друг против друга так же, как с Колчаком. Вот наш ответ. Резюмируя ленинское понимание прогрессивных войн, мы можем выделить четыре типа таких войн. Первый – это война угнетенной нации против угнетающей, против национального гнета, то есть национально-освободительная война. Второй – война неугнетающей нации с угнетающей, особо реакционной. Третий – война передового класса против отсталого класса, революционная война. И война за защиту своего социалистического отечества от буржуазии других стран. Владимир Ильич оставил нам глубоко разработанный метод оценки войн, основанный на историческом материализме и теории класса. Блестящие примеры применения этого метода. Но применять этот метод мы должны самостоятельно к современным войнам, к нынешней ситуации, как это делал сам Владимир Ильич. Владимир Ильич не застал ни Вторую мировую войну, ни последующий взрыв освобождения колоний и разрушения мировой системы колониализма. Не застал он и современного фашизма на экспорт. Оценку всем этим явлениям мы должны давать самостоятельно, опираясь на ленинское понимание войн. Мы всегда должны помнить его слова о том, что дело не в том, что та или иная партия, тот или иной класс, то или иное правительство войну оправдывали. А дело в том, каково содержание этой войны, каково ее классовое содержание, какой класс ведет войну, какая политика воплощается в войне. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ